Спасибо за видео, это кто-то из вас, это уже не Потапенко, это вот это товарищ, спасибо за видео, несколько растут из ваших семян, понравилось, что в осенние, возвратные, весенние замерзки им вроде как по боку, то есть не повреждает их такие морозы, посмотрим на них качестве подвоя, двухлетки годятся, вопрос, двухлетки годятся для подвоя уже, или смотреть по соответствию диаметру подвоя и прямой? Так, что мне ответить? Отвечаю, сейчас, отвечаю так, ну кто это, ну вот видите, это мне, а это знаете где, это у меня в комментариях под фильмом, так, я сказал, отвечу на вебинаре, двухлетки годятся для подвоя, или по диаметру? Да, во-первых, по диаметру, и может и однолетка годится, и двухлетка, тут уже надо смотреть по месту, вот, потом я вам кое-что расшифрую дальше, у меня там специальная схема, ну попадаются похожие вопросы, в другом месте я покажу схему, так, это и есть сувенир Востока, который я сейчас упомянул, когда мне товарищ позвонил, вот она такая есть, вот, к сожалению, деревья мои на грани исчезновения, но смотреть на них страшно, четыре дерева все избиты мною, изувечил капитально, берем, берем, берем черенки, похватились, когда по этой замене вырастет, тут малечко маху дали, вот, но пока что есть, то есть, вот такие они полюбовались, а, я еще помню, где самый первый показал, вот, но это уже соседок, соседу я уже не буду клячить, да, я ветки срежу, я с другим соседом договорился так, я ему посадил, что 30-40 саженцев, сделал несколько десятков прививок, через несколько лет я водил туда, как на праздник телевидение приезжали, а у меня сад положен, у меня всегда так, вот, вот, кому не сделал, лучше, чем у меня, да что это такое, у Чернопаева лучше, чем у меня, за что это такое, вот, и тогда, значит, я договорился так, вот вам, самая роскошная, самая вкусная груша, самая вкусная, эти самые, абрикосы, сливы, но будьте добры, веточки, веточки, я буду резать, вот, ну, а потом бывало так, что теперь погираются реки, молодежь забивает калитку, вот вам и срезал, так тоже бывает, поэтому, еще не то, что жалуюсь, это реальная жизнь, и вас она касается, не хватает места, ой, куда мне столько людей посадят, а посадите соседям, и вас будут внести все друзья, чем плохо сырят, вот, а, и вот еще почему, я сейчас не нашел фотографию Чижика, у меня одна, единственная фотография, на память осталась, царство ему небесного, Николая Ивановича, уникальный садовод, он выписывал с Европы, тогда, знаете, как делалось, журнал «Председательное хозяйство», которое я уже буквально в грязь топтал, но он, у него было одно хорошие качества, какой-нибудь автор, ну, ясно, рекламные уши, там, это у меня такое замечательное, т-т-т, и слива, и то, и то, и обязательно фамилия, и телефон, и адрес, и мы всей страной ему, всей страной, сразу пишем, хочу, хочу, вышлите чернов, вышлите семена, вот так было в лучшие времена, но тогда хотя бы время не было вот этой подлой этой, когда из ста заказов, помните, я говорю, сто присылают одну фотографию, сто плодопитомников, сто интернет-магазинов, а фотография одна, то есть кто-то из них один сделал, остальных, а мошенников, из ста, 99, вам не кажется, что это много, ему больше жить надо, ему, ну, зачем вы покупали, чтобы потом набрать и продать этот хворост, эти дрова, зачем, а потом маяться, и цены снижают, там, вначале, по дрову, по пять тысяч продать, потом по тысячу, сейчас, по сто, по двести, люди избавятся от этих дров, и мы к ним еще подойдем, к этим дровам, теперь так, значит, это чижик, когда я у него был, вот, обнаружил его, на заводе мне сказали, угощаю плодом, чижик одно раза крупнее, кто такой чижик, а вот, по слухам, нашел, вот, мать честная, 15 кустов, вы поверите, на двух кустах были два раза крупнее вот этих, но у него была трагедия, он был тяжело болен, и еле ходил, умирал он страшно, разбил голову, упал, давайте не будем вопросом, и так, да был у него, да был у него, это, я его назвал, все на сыпь чижика, вкуснейшая вещь, вот, ну и, идем дальше, то есть, можно сказать, что, человека нет в живых, а то, что я лишний раз, его вспоминаю, здесь, причем, с огромным уважением, это, человек, который жил только тем, что я к нему мимо ездил, он жил в этом самом, в большом карате, по трассе, вот, я заезжал, на 10-20 минут, сядем, посидим, вот, а потом, когда он умирал, его племянница, которого хранила потом, сказала, он вас вспоминал до последней минуты, ждал, что вы приедете, когда вот, вот, это для него была единственная связь, а я ему рассказывал, рассказывал, у него такая посыпка, он мне ее подарил, вон она сейчас лежит, никому не нужно, и мне тоже не нужно, там столько всего, каторжного, вот такая посыпка, вот по ней учился, да, и даже, когда я обнаружил у него, этот самый, значит, колесо, вот это вот самое, резиновое, то есть, в нем садил, а он-то оттуда узнал, но я хочу сказать, что, вот его сейчас нету, уважение к нему огромное, даже, несоизмеримое, вот, ни с чем, вот, и я надеюсь, что вот, пока я говорю о нем, а вдруг там, на небе, аукается ему, а встретимся, мы встретимся, и таким людям, кроме этого, райского сада, будет, нигде не будет, вот, только в райском саду, увидимся, Николай Иванович, читаем дальше, ну, в общем, меня это потянуло на воспоминания, благодаря тому, что это от него, и это от него, благодарность огромная, я как мог, помогал ему, там, это, ну, я его развлекал, у него не было в других связи с миром, не было, это те годы, советские, мы идем дальше, вот это следующий товарищ, только как его зовут, Алена, Алена, слушаем, читаем Алену, так, знаете, что мне не хватает на счастье, кипяточку, как Владимиру Личу, сейчас я, как говорит, быстренько подаю, отерпеть же минутку, отрепейте, минутку. Продолжение следует... 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 Значит, резал на кольцо, на высоту метра, а дальше еще и пролежал. Все как положено, все, ого, я грамотный, ого, какой железо грамотный, начитанный, ух, вот. А второй, тот, кого это, нанятый товарищ, вот, или плохо ты этот, инсультир, или как, он брал точно так же, где пилка, а где секатор, и вторую треть он брал и отрезал, оставляя вот такие вот эти, пни, сейчас я это назвал обрезка по железу, обрезка на сучок, это я придумал, вот. Не на кольцо, это освещено веками, это освещено наукой, профессорами, а я говорю железом металлургой, обрезка на сучок. Так вот, он и сделал обрезку на сучок, это вторая треть, и третья треть мы просто не успели, и она так и ушла в зиму. На следующий год мои деревья, заговорюсь, яблони, моя треть заболели. А мы ранки замазывали, вот с этим строго, о-о-о, тут я это, хоть и читал, что я там эти, раны меньше пятирублевой монеты, или пятикопейческой монеты, помните, они были крупные, эти замазывать не надо, я замазывал, и это, все. Но, итак, моя треть, моя железо, начитанная человека заболела, более-менее, вторая треть, там, где он оставлял вот эти, вот он, он, куда ему там, как я там, аккуратненько, ух, что вы. А он и так вот шел, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, у него более-менее осад нетронутые, где ветки, абсолютно здоровые, на нем даже не было этих вредителей вообще. Вот это было то, катастрофа, их было две, первая бабочки, вторая катастрофа, я сам, я железо, катастрофа, я катастрофа, не так, я юный садовод железо, юный натуралист, в детстве я читал, вы, знаете, журнал юного натуралиста, вот так, это долго, но это наука, алёна, вот, и теперь вы изучаете мой материал, вы до этих граблей уже не наступите, как я своими руками не сажал сад. Так, интереснейшая тема, друзья. И заодно другу Алексейка я отвечу, вот, это, по-моему, он среагировал на фильм. Итак, в фильме, который вы видели из вас, у всех 200, не больше, сейчас просмотра мало, вот, я подхожу к женщине, которая сидит и продает невероятнейшее, я бы даже сказал, для Сибири выдающиеся сливы, так, вот, ну, хотя они очень-очень похожи на мы, но это и не черносливы, так ведь? Вот, происхождение я ещё не знал на тот момент, слушайте дальше, это очень важно. Если я что-то говорю, долго, нудно, но, по крайней мере, как это говорит, чувство с толком с расстановкой. И вот я снимаю фильм, прямо на камеру спрашиваю его, откуда ты, откуда взялись, саженец откуда взялся. Вот, и тут выясняется, что саженец был продан, с которого она собрала урожай, вот, он был продан, якобы привезли из-за чур, вот тут-то я и понял, что, а сама она живёт в Черёмушках. Ещё раз, в Черёмушке удивительный, уникальный климат, вот, мне Боднер говорил, редко бывало, может, раза два в жизни он видел минус 35 на свою жизнь, да, вот, ровненький климат, там большую роль играет водохранилище, которое, это такая тёплая ёмкость, которая очень впитывает тепло летом, а постепенно отдаёт зимой, вот, отсюда возможности там не ограничены. Так вот, а я прекрасно помню, что года три назад, значит, я подходил на рынке, продавали саженцы, все нормально, всё, я им спросил, я говорю, а где вы вырастили? А мне смотрят в глаза и говорят, в Калах, Калах это километров 10 или 20 от Сеоногорска, примерно так, вот, совершенно глухая таёжная деревня, каждый год за 40, вот так вот, влияние в Енисея ноль, каждый год за 40. Я говорю, ну, вы не обманывайте меня, я говорю, я знаю Калах, я там бывал, там климат для ваших, а продаю-то пешики, черешки, ну, абрикосы, яблонегруши, поняли, да, весь набор. Он смотрит мне в глаза и говорят, не-не, ну, да, конечно, у них Калах, ну, вообще-то, мы с Крыма, но доращиваем, доращиваем. То есть, они привозят якобы в Калы, может быть, действительно, нашли кого-то в Калах там, знакомый, может быть, они там, ну, если не место, может быть, они сделали там, типа, ну, как сказать, перевал Сепут. Вот, привезли, прикопали, продают, продать не смогли, значит, весной, значит, до осени, доращивали, то есть, слово доращивать, это означает, что сразу продать не смогли. Но они как были уже, так и не остались. Дорачивание, это же не, 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 это самое, не адаптация же, так же. Это же не районирование, если лишним летом пожили в Сибири. Вот, и тогда, значит, до меня дошло слово доращивание, я делился с вами. Помните, я говорил, если вам говорят доращивать, сразу посылайте и уходите. Вот, и вот когда она сказала, она мне не обманывает, нет, это нормальная женщина, хорошо поговорили, но когда она сказала, что, сказали, якобы вырастили врачурах, а чурок, это в другую сторону, то вправо, а то влево, вот, и тоже за 40, там вообще ни хрена в очурок не растет, значит, все понятно, привозные, вот, сказали, что брать-то надо, сказать сразу, что Саджикистан, Узбекистан они не могут. Киргизские, я вам показывал фотографию с киргизскими номерами, я и огромное количество саджиков, показывал, показывал, вот, киргизские номера, прямо на машине. И тогда, значит, понятно, что получилось, прихожу к выводам. Итак, купили саджин с Южной, но, наверное, это единственное место, где он смог в Черемушка, рядом ГЭС, километра два, он смог и вырасти, и дать плоды. Вот, я говорю, я для Алексейка, почему? Уже, когда фильм был снят, уже понятно, что больше я эту даму не увижу, он посмотрел фильм и говорит, Константинович, покупай, это самое, за эти 400 рублей, это самое, борщ, кушай там плоды, переработку, отдай мне косточки. Уже Алексей, Алексей, старый мой друг, значит, за это время, пока несколько лет пожила, вряд ли адаптировалась. То есть, вот эти косточки, вырастешь из них, если бы все-таки я сразу купил, но я сослался на возраст, покупать не стал. Но я же не знал, я бы все-таки купил бы, заранее, зная, что мне их перекупят. Вот. Я бы так сделал бы, но я же не знал, что хоть кого-то заинтересует. Среди нас есть один с такими же мозгами, как у меня, неправильный. И вот я что, гражданин Алексейка, что я, значит, это говорю. Много ты не потерял. Косточки посадил бы, вырастил бы, и померзли бы, к чертой мать. Вот. Чем интересен? У меня хотя бы холоднее, и у меня таблицы говорят, что у меня холоднее все, да, холоднее? Глаз, разброс температуры больше, а это страшнее. Вот и все. Так что будем считать, что я ответил абсолютно, что эти очушки, очушки, на самом деле, это с самого юга, привезенные косточки, для нас интереса не представляет. Не, можно начать с нуля. А? Да. Тогда помните, знаменитый садовод, дама-абрикосовод, вот, значит, по милю говорить не буду, потому что, когда я хвалю, я говорю, а когда не хвалю, я не говорю. Вот. Которая отчитывалась, ездила в Среди-Азию за абрикосами, ну и что? А? Есть поговорка, помогли вам ваши ляхи, помните, из Тараса Бульба. Помогли вам ваши ляхи, помогли вам, это, азиаты, вырастить абрикосовые сады в Подмосковье? Ага. Вот это же. А поехать в Железово? Как бы и это самое, уважаемая Лариса, как бы я тебя встретил? Ай. Край. Ну, знаешь же, как я встречаю, да? На столе чай, под соломкой, ой, то есть это, все заварено фруктами. Ну, вы знаете, Железово, ну неужели нельзя было так? Я что, брал бы с тебя деньги, я бы тебя обдирал бы. Вот. Когда бы мы с это? Сколько раз я говорю? Собирайте. Эх, Лариса, Лариса, не туда поехала. Кто помешал? Бодор? Три дня на поезде, четыре часа на самолете, от Абакана час езды. Вот. И я много потерял, потому что мне очень нужна была связь с наукой. А я сейчас покажу, где еще пересек, могли бы пересечься. Ну, вот так, еще одна теория. И практика. Так. Прошу отозваться того единственного человека. Он мне позвонил. Я тут же забыл, кто. Вот. Которому я сказал, я на бетоне, на страшном солнце прокаливал косточки абрикосов. Так, нет? Вот. Потом, значит, когда он позвонил, я сказал, ой, я их... Она тут в памяти, провал. Я забыл. Что ответить-то? Фактически соврал. Я сказал, что я их, это, со всеми смешал. Да, со всеми. Но я все-таки умудрился, сейчас ревизию делал. Вот она баночка. Ну, сколько тут? Пару сотен. Почему слово лысенко? Дело в том, что метод, значит, прокаливания, прогревания на солнце семян придумал лысенко. Лысенко, значит, отстранили, похоронили, прокляли, а значит, и все, что он придумал, на всякий случай, тоже прокляли. А это у нас водится. Вот. Это так у нас бывает. Вместе с могилой закопать все идеи. Вот одна из них. Прошу отозваться, тот, кто говорил, что Константинович, у тебя не осталось семян прокаленных на солнце. Вот они. Все честно. Вот. Клянусь Богом. Я никогда зря не клянусь. Знаете, я как Бога боюсь. Вот. Уже получал от него. Поэтому, если здесь написано лысенко, значит, это прокаленные семена. Заказывайте. 25 рублей кутик. Так. Вот это еще один случай. У меня накопилось их много. Я этот называю пример вегетативной гибридизации. Он может быть прямого отношения не имеет ко всем, кто меня слышит. Тем более, господи, перешли на Рутуб, нас совсем мало стало. Все, скоро лавочку закроем. Я сегодня 2000 заплатил за очередной этот, за трансляцию. Что мне делать теперь? Вот. Вот. Как-то надо это, жить, существовать. А мне же никто не помогает. А я прошу помощи какой? Руку не протягиваю. Подайте в Бога. Нет? Заказывайте семена. Дальше идем. Итак, этот случай касается половины из вас. Половина это высшее образование. Еще из них часть это серхоз образования. Вроде моего брата. Удейшего мужика. Вот. И для них я рассказываю. Эх, брат, вот это дерево было. вот смотрите у меня в руке, на левой руке груша. Так. Годом раньше это было вот такие плоды. Произошло невероятная вещь. Я пытался разгадать этот феномен. Итак, дерево мгновенно за один сезон задичало. За один сезон. Все дерево. Я вам показал фильм. Из вас всех 100-200 видел этот фильм. Вот. А покажу остальным, кто фильм и не смотрит. Итак, чистый дикарь. Дикарей не бывает. Долго еще созревать ему почему-то. А дерево привито на усырискую дикую грушу. Сейчас вам покажу. И сразу на дальнем плане видите грушу? Вон она дикая усыриска. Может быть плохо видно? Внимание! Под ней лежат плоды. А теперь скажите для пчелы нормальное расстояние? Та свела и этот свела. И должны быть плоды вот такие вот. Вот такие вот. А получились вот такие вот. Караул. то, что мне замечало одно дерево. Для меня это событие. Я не расстроился. У меня эти груши столько, что в этих фирмах видели, сколько лежит гниет. груши на семена собрал. Уже больше не надо. Все равно не купите столько. Я имею в виду семена культурных груш. Значит сегодня звонили мне Тюменской области. Я еще хочу семена груши. Я не знаю слышит меня эта дама или нет. Но разговор по телефону был такой. Все честно. Значит ну мне еще семена груши. культурных еридических культурных. Я говорю в Тюмени культурные груши семена. Наступаю себе на это место. Чуть не сказал на какое. Вот. Я теряю несколько сотен рубриков. Но я лично вам в Тюменской области груши культурные садить не советую. Это только для избранных. Теперь что такое избранное? На моей памяти культурные груши и при моем не участие а наблюдении. Потому что это сам Борис 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 Так вот он вырастил из семян сладких груш. Где он брал груши? Поставки были тогда среди Азии и Болгарии. И вот он взял семечки груши съел и вырастил несколько деревьев. Деревья были у него абсолютно культурные. Груши крупные. Так совершенно не замечал их как ожидалось. Но тут такое но уже саженец от него я перенес к себе красный хутор. А это недалеко 20 где-то 25 километров. Да где-то 25 на север. Всего лишь. Там уже влияние не север. Уже такого не было. И они у меня замерзли. Замерзли его черешни тоже замерзли. То есть он сделал почему у меня сейчас есть черешни почему у меня сейчас груши. Пусть не его. Потому что все поэтапно. Поэтапно. Вот сделал в Сибири поселил относительно благоприятного климата. А дальше следующий шаг я уже сделал. Вот знаете видите вот эти зелененькие поливая на такие вот груши. Это уже следующий шаг. Но шаг был сделан. И вот получилось следующее. Значит допустим Тюменского посылаю эти груши. Вот давайте так один провер привели рядом Енисея рядом Плотина рядом незамерзающий огромный водоем который после нового года загрязает только покрывается льдом. Вот А там под льдом все равно температура не 0 градусов а несколько градусов все равно дает прибавку тепле. А теперь возьмем Тюмень. Хорошо если это город Тюмень. Тогда пожалуйста пригород пусть вонючий воздух но теплый от этих самых от домов от форточек от выхлопных газов вот там еще может быть а отъедете на 10 километров от Тюмени на 5 и все и замерзет чертовое телевизорожение Тюмень это еще высокий снег не переносит груши высокий снег вот видите сколько я наговорил фактически готовы семена культурных яблок это вопрос да у меня культурные яблоки готовы но только летние это я не вам отвечал это походу может он слышит нас а нет так потом отвечу зимние никак не готовы господи зимние надо ждать зимы пока дозреют вот идем дальше куда мне эти яблоки девать я делаю в этом году как делал в отдельные годы обильные я просто брал раскладывал по скамейкам возле своего дома 5 этажки писал бумажку детям и смотрю яблок нет здорово но это отдельный разговор потому что я знаю что бывает когда человек портся вырожая бывает а ему голову не приходит поделиться это плохо итак про культурные груши я все сказал вот о этой даме я отговорил не отказал отговорил идем дальше итак вместо вот таких выросли вот такие следующая фотография наградная смотрим сюда вот сейчас сейчас я чуть уменьшу чуть уменьшу идем дальше теперь смотрим сюда вот так уменьшу итак что вот это вот крупное вкусное нормально это все та же лада а вот эти зелененькие это то что выросло вместо ну это лада но на дереве зетчо написано монастырская она очень вкусная и вот тогда получается вместо монастырской вот это выросло а подвоем послужили вот эти желтенькие видите и вот что случилось в этом году случилось второе чудо у меня а я все как говорил даже говорил с гордостью пальцы гнул значит как это у меня дикие груши остаются дикими не портятся а значит лучше подвоят чем в дичей тем морозой все больше правильно что вы думаете та вторая которая она моложе но мощно растет на новом участке на моем на последнем скажем так ну назовем саду мертей вот через дорогу на ней вот такие вот зелененькие как сейчас вот эти а это груша ё-моё а я покажу вам вот она начала оккультуриваться вот когда я сказал телегония повиска покрутили слово телегония означает что это садоводство оно не действует вот и вдруг у меня смотрите внимательно вот они желтенькие а на том участке вот такие как вот эти зеленые а почему она начала оккультуриваться а потому что потому она испортилась вот это испортилась вот это вот на дальнем плане она вот это испортилась полностью заничала а там на дальнем плане чуть-чуть оккультуривалась впервые это увидел первое ещё раз пребывались вот она жёлтенькая вот где три ну что я скажу перед нами примеры или и или насыщение ментора значит когда мы прививаем одно на другое что мы получаем когда мы одно на другое прививаем мы говорим что подвой влияет на привой я говорю меняет его качество наверное особенно когда ветка пошла из зоны из зоны прививки химера но химера по железову это не обязательно смерть быстренько перепривил и програлся всё и никакой смерти сохраняйте качество это по железу а по ихнему только виска крутят вот причём сейчас такое впечатление все замолчали вот то что я сейчас рассказал ну попробуйте скажу что это не так я что я менял вот это телегония это значит что прямые половые связи вот это дерево вот это вот оно было дикое оно взяло когда вот эта вот груша от неё она это насытилась пыльца генами или она её испортила или подвой мы всё говорим облагораживается подвой привой на неё тоже влияет это по железу называется инфицирование а здесь подвой привой полностью испортил вот тебе теперь точно не замёрзнет ветка прямая теперь точно не замёрзнет перебор называется ну чё кто-то ж меня понимает брат понимает сельхоз вуз закончил вот насыщение ментора и телегония или насыщение ментора или телегония и и так надо так писать и или вот так надо писать и или телегония теперь так так как это моя любимая тема мне хочется быть первооткрывателем в данном случае я не первооткрыватель это как знаете когда-то в древности были культурные деревья причём они были как минимум не хуже вот этих что я показываю да помните первые снимки вот эти сливы вот как минимум не хуже потом задичали ну а я занимаюсь это повторное открытие так сказать вот это мне много интереса чего в этой жизни было знаете когда в Норильске находили медные эти самые печи когда ещё должны были ходить с каменными топорами а в районе Норильска уже это медь добывали да вот а гигантские сооружения которые современный кран поднять не может не это эти самые орда этих самых одетых в куры таскало их сто тысяч человек пригались где-то коверёвки брали вот пригались и таскали эти тысячетонные блоки таскали вот вот такая это мы много открываем по-новому ну я не обижаюсь ну проходимец зато если что поговорить приятно знаете ли это ёрничать я проходимец занимаюсь химерами